Друзья, всем привет! Меня зовут Макс, вы на канале Фрагрантиус, и сегодня у нас относительно новый парфюм, относительная новинка от арабского бренда Лотафа. Парфюм называется Атлас. Поехали! Итак, друзья, прежде чем начну делать обзор, приглашаю вас на мой замечательный, уникальный, неповторимый, одноименный телеграм-канал Фрагрантиус, на котором есть масса всего интересного, того, чего нет и никогда не будет на ютубе, поэтому обязательно заходите, осматривайтесь, если понравится, подписывайтесь. Также хотел вам сообщить, что парфюм из сегодняшнего обзора вы можете купить по ссылке в описании к этому обзору на российском маркетплейсе Яндекс.Маркет. Продавец проверенный, парфюм оригинальный, так что пользуйтесь. Итак, друзья, Лотафа Атлас. Лотафа внезапно, хотя не внезапно, вполне логичный такой шаг, начала выпускать нишевые парфюмы. Да, перешла в нишевый сегмент и начала выпускать такую матерую, махровую нишу в полном смысле этого слова. Но при этом пока что еще держатся цены на эту нишу на уровне бюджетного западного люкса. Но мы сейчас переживаем такой переходный момент и положите в закладке вот этот вот обзор мой, запишите, заскриньте, запишите мои слова, что еще годик-два и ситуация будет примерно такая же, как с китайским автопромом, со всеми этими хейвеллами и прочее. То есть годик-два и Лотафа будет стоить так же, как западный люкс и западная ниша. Презентация. Презентация тут не просто шикарная, а просто выдающаяся. То есть вот, чтобы найти западный бренд с таким вот соотношением цена-качество, это немыслимо. Я имею ввиду, чтобы за такие деньги вам сделали такую презентацию. Ну и сама упаковка, конечно, это высший пилотаж. А она вот так вот открывается. И здесь вот так вот уложен флакон. Ну, выглядит это действительно роскошно, нишево в полном смысле этого слова. И сам флакон, не побоюсь этого слова, тоже произведение искусства. Очень стильный и тяжеленная металлическая крышка, причем такая оксидированная, как будто вот окисленная, да, металл атлас. Вот такой вот шикарный парфюм. Тут логотип Лотафа. Очень стильно, красиво, минималистично. И здесь вот, что немаловажно, напечатана правильная пирамида этого парфюма. Потому что на фрагрантике я проверял, напечатана неправильная пирамида. Итак, правильная пирамида. Верхние ноты это акватические ноты, морские ноты, ноты сердца, жасмин и колон. Колон, если кто не узнает, это молекула, которая имитирует аромат воды. И базовые ноты кедр, атласский кедр, собственно, видимо, поэтому и название атлас, да, атласский кедр, мускус и амбраксан. И вот тут мы подходим к самому интересному. Уже вот по накатанной, да, все новинки от арабов и тем более от Лотафы у нас принято зачислять клоны западных парфюмов. То есть, выходит новая Лотафа и мы сразу такие, так, 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 на что же это клон, на что же это клон? Ага, это клон на мегамары. Но, что я хочу сказать, арабы не дотянули. Гуальтери-то все крутое, нишевое. Мегамары это верх парфюмерного искусства. А арабы в очередной раз облажались. И атлас это мегамары для бедных. Это вот я вам сейчас рассказал такой сценарий 99,9% обзоров на арабов, которые сегодня делают на ютубе в русскоязычном сегменте ютуба. То есть, клон и не дотянули. Ниш могла я, ниш могла. Но вот я последние обзоры на арабов, которые я делаю, стараюсь всячески уходить от этого шаблона. А что нужно сделать, чтобы уйти от этого шаблона? Правильно, нужно взять якобы прототип и сравнить с якобы клоном. И я так и сделал. Сравнил атлас и сравнил мегамары. И что я вам хочу сказать. Что это чушь. Это total bullshit. Это вообще не правда, что атлас является клоном, да еще с приставкой бюджетным мегамары. Объясняю почему. Ну вот, обычно это аргументирует тем, что, как вот я даже цитирую довольно-таки известных в определенных кругах партблогеров, что арабы там пользуются какими-то вообще отбросами парфюмерной промышленности, как смывками с чанов крутых французских брендов. И поэтому у них получается такое откровенное дерьмище. Но я вижу в этом причину абсолютно в другом. Что той же латафи с ее объемами, с ее оборотами, с ее продажами, ничего не стоит скопировать тот же мегамары один к одному. Вот ничего не стоит. Сейчас даже студенты МГУ делают каналы парфюмерные, пользуют и в хвост, и в гриву казенный хроматограф, раскладывают на молекулы парфюмы и делают целые парфюмерные каналы, которые набирают десятки тысяч подписчиков. То есть, что такое для крупного бренда с миллионными в долларах продажами скопировать парфюм? Это просто прогнать жидкость через хроматограф, там один, два, ну максимум три цикла хроматографа, и все. Вот она формула. Но вы спросите, а почему же тогда они не копируют? Почему же они тогда не сделали один к одному? Ну тут тоже вопрос лежит на поверхности. Вот когда копируют один к одному, вот вам, пожалуйста, прецедент, да, бренд Alhambra, Mazon Alhambra, да, вот этот олень рогатый, которые делают откровенные парфюмерные абибасы, да, флаконы в стиле Форда, флаконы в стиле Луи Виттона, флаконы в стиле там кого угодно, называют, да, там вместо Bitter Peach Bright Peach, вместо Umbre Laser Amber and Leather, и лепят откровенные абибасы, то есть копии загоняют в хроматограф, копируют, тиражируют, и в итоге нарываются на иски, то есть их методично и уже так конкретно берут за задницу и заставляют, тащат в суд и заставляют возмещать убытки за нарушение авторских прав. И даже уже доходит до того, что блогеров жучат и удаляют обзоры с ютуба, есть уже такие прецеденты, блогеров, которые делают обзоры на вот эти вот абибасы, в том числе вот наши блогеры, да, которые любят обозревать вот эти вот абибасики. То есть причина, собственно, в том, что Латафа и не собиралась в данном случае копировать Мегамары. И когда я их сравнил нос в нос, то в принципе я понял, что, ну да, это парфюмы одного направления, акватическая. Акватическая. Парфюмы оба не уникальные. И если так вот уж говорить, да, откуда ноги растут, то я и вижу здесь первоисточником, началом всех бед, так сказать, ну наоборот, родоначальником всего вот этого жанра акватики, я вижу все-таки есть такой бренд итальянский, парфюмом Рома, и парфюм у них называется Аквадисали. Вот, собственно, это касается и Мегамары, и это касается Атласа. И вот, что касается Мегамары, это, пардон мой френч, такая угандошенная в хлам версия Аквадисали. Те, кто не пробовал парфюмы Аквадисали, это тоже ноты воды, морской соли, водорослей, там еще мирт есть, цветочки. Ну вот, Мегамары это Аквадисали со смещенными акцентами. А если учитывать еще личность, персональю, да, Александр Кальтери, он такой волюнтарист, он такой, я художник, я так вижу, я гений. То есть, он любит такие размашистые жесты, то есть, он просто взял вот этот вот Аквадисали, задвинул соль, задвинул цветочный аккорд, ливанул туда от души мускуса, и то есть, по сути, Мегамары это такие вот Аквадисали, в которые не так слышны ноты соли, но в котором доминирует вот эта нота воды морской, застоялой, а застоялая она воспринимается потому, что в Мегамары явно доминирует аккорд морских водорослей, чего, например, практически нет в Атласе. Мегамары для меня это запах такого застоялого, не очень чистого моря, в котором искупалось очень много потных, таких разомлевших на солнце людей, и у меня этот парфюм стойко ассоциируется с самым таким засранным пляжем Пхукета Патонг Бич, а также с вот этой вот вонючей Паттайей, да, такой вот смердящий вот этот вот центральный пляж Паттайи, вот эта вот коричневая прибрежная линия, да, вот на горизонте моря, бирюзовая, а где-то вот километр-два вдоль береговой линии, вот там такая вот буроватая водичка, и вот этот вот запах застоялой воды. Ну, то есть я никогда не был фанатом Мегамары и не являюсь, и просто считаю его одним из не самых удачных парфюмов на тему акватики, ну, абсолютно не уникальным, и парфюмов, повторюсь, такого вот с таким звучанием их десятки, они есть едва ли не у каждого бренда. И, кстати, должен подчеркнуть, что основная причина популярности Мегамары – его убойная стойкость. И не секрет, что у нас для подавляющего большинства парфювлеченных главным критерием является, чтобы ебашило сутки и сифонило неделю, и, соответственно, он стал хитом. У меня даже есть на ютубе один подписчик, я не знаю, подписчик он или отпишек, но едва ли не под каждым обзором он мне пишет, да говно это вот, то, что ты сегодня типа обозрел, вот у Мегамары стойкость неделя, если не мыться, там неделя стойкость, и вот он под каждым обзором мне пишет, какая крутая стойкость у Мегамары. Ну, то есть, причина все-таки этого успеха – личность гуальтери, грамотная подача, плюс вот эти вот убойные технические параметры. Теперь, что касается Атласа, вот я их поносил нос в нос, что называется, да, здесь есть тоже нота моря, собственно, молекула колонн, но здесь нету вот ноты этой водоросли, собственно, против ноты водоросли я не возражаю, но у гуальтери эта нота водоросли, она еще с овердозом мускуса, я не знаю, зачем он в таких количествах туда добавляет мускус, но вот именно доминирующая нота водорослей с мускусом дает этот вот неприятный оттенок такого застоялого, нечистого, вонючего моря и вот этих вот купающихся, спотевших, разомлевших. Вот, есть масса парфюмов с водорослями, та же, например, Монсера, Вейвмаск, вот я недавно обозревал Сейшельский Бриз от Слайз Джонс, Слайз Джонс Лэп. Опять же, Том Форд Ут Минераль, тот же вот Аквадис Сали, Жердина Бенессера Солярия, да много парфюмов с нотой водорослей, где вот все-таки нету ощущения такой вот нечистой, застоялой, потухшей воды. Вот именно в Мегамары, вот именно водоросли с мускусом дают вот этот вот, на мой взгляд, не очень приятный аромат. Вот в Атласе, во-первых, здесь в разы, просто в разы меньше мускуса, и здесь даже вот из вот этих вот амброматериалов, он в меньшей степени про мускус, но в большей степени про амброксан. И вот из-за этого, я не знаю, как у вас, но лично у меня амброксан ассоциируется с белым цветом. Он ассоциируется с белоснежным, чем-то чистым. Ну вот из таких вот наиболее ярких примеров, By Killian Vodka on the Rocks, да, водка на камнях, где вот этот амброксан с белоцветочностью, он дает ощущение белого снега, чистоты, белизны. Опять же, Dior Sauvage, вот эта линейка, на мой взгляд, ее свежесть и универсальность, она продиктована отнюдь не цитрусами, а именно вот этим вот белоснежным амброксаном. Вот здесь я чувствую амброксан, в Мегамары я амброксан практически не чувствую. И здесь в разы, я подчеркиваю, в разы меньше мускуса, чем в Мегамары, что, конечно же, хорошо, на мой взгляд, потому что парфюм звучит более собрано, более строго. В нем нет вот этой вот ноты откровенной морской тухлятины, да, или, как вот, знаете, вот еще вот этот вот в Мегамаре есть, когда труселя забудешь после купания мокрые в пакете, да, они там полежат сутки, вот открываешь, и вот примерно что-то такое вот, как и водоросли, и море, и вот эта вот флора потухшая морская. Вот здесь этого нету. И здесь даже в базе есть какая-то легкая мшистость. Здесь заявлен жасмин, но вот жасминовый блок, он здесь, честно говоря, ну, под большим вопросом. Вот я явно белоцветочности здесь не слышу. Вот, то есть, если брать по итогу, это не клон Мегамары, и даже не изделие по мотивам. Это просто парфюм вот в жанре, основателем которого является парфюмум Рома Аквадисали. И парфюм более собранный, без таких вот тухловатых мускусово-водорослевых моментов, более отсылающий к чистоте, к опрятности, к белизне, даже какой-то морозной свежести, за счет Амбраксана, и даже есть здесь в базе легкая мшистость. То есть, если Мегамары для меня, это вот Патонг Бич на Пхукете, такой изрядно подзасранный, или вонючая Паттайя, то здесь это Северное море, это какой-нибудь Мурманск, это какой-нибудь Архангельск, это Баренцево море, это вот север. Ну, или Охотское море, да, Сахалин, остров Сахалин, Камчатка, вот такой он более строгий, холодный, нордический, вот идеальный эпитет для этого парфюма, нордический, нордический, холодный. И далее, буду ли я его носить? Вот носить я его не буду, вот я могу точно сказать, потому что для меня он слишком уж простоват, но возможно для некоторых это будет каким-то откровением, особенно те, кто только вот заходит в нишу, неофиты, которые начинают только свое знакомство с нишевой парфюмерией, после какого-нибудь Диора Саважа, или Версачо Пур Ом, или Тер Дормес, конечно это звучит как такая махровая, четкая такая ниша, такая вот софистикейт, и тут анченая, но для меня это все равно пройдены этапы, я сегодня вот ходил в нем, ходил и вчера ходил, и потом думаю, а дай-ка я нанесу, вот я недавно делал обзоры, Жердина Бенессера, бренд Пауло Терензи, 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 как он правильно, у него есть парфюм, Салария, Салария, тоже акватика, тоже вот в том же жанре, примерно аквадесале, парфюмом рома, там тоже есть и водоросли, и соль, и вода, и я когда вот их сравнил нос в нос, на одном запястье Салария, Салария, на другом Атлас, и я просто был в шоке, насколько вот если без прямого сравнения, Салария, она звучит, ну так если не сравнивать, она звучит очень минималистично, и так вот, ну не куца, ну минимализм, минимализм, ничего лишнего, нету там какой-то феерии, там, но, ну я, меня поразило просто, насколько Салария звучит ярче, богаче, я имею ввиду не дорого-богато, а палитра, насколько более красочная, убедительная, насколько там вот, в том аромате полиморфизм, в стадии раскрытия, то есть там и цветы, и соль, и какой-то плавник, сухая древесина, и опять же, ноты минеральные, какие-то, как вот раскаленный песок на солнце, в общем, на голову выше, при том, что цена сейчас на Атлас, я не знаю, ну 3-4 тысячи, я не помню, Салария стоит за сотку, в районе там, ну можно за 6 тысяч найти, конечно, разница в классе феноменальная, или вот из последних моих обзоров, Слай Джон Слэп, Сейшельский бриз, Сейшелс бриз, парфюм, тоже вот это направление, обыгрывается аквадисали, водоросли, вода, морская соль, вот в Сейшельском бризе, нота водорослей, она еще больше, чем и в Атласе, и в Мегамары, но при отсутствии мускуса и при наличии еще такого белоцветочно-зеленого блока, парфюм звучит гораздо интересней, гораздо тоже красочней в плане фаз раскрытия, да по классу даже, кстати, Сейшельский бриз сделал Франк Фелькль, это один из тоже таких вот современных монстров нишевой парфюмерии, автор практически всех парфюмов Лилабо, включая культовый Сантау 33, в общем, что я хочу сказать, при том, что, конечно, я его носить не буду, но не буду я его носить не потому, что это откровенно плохой парфюм, а просто потому, что у меня есть масса альтернатив, но, опять же, для кого важны деньги, а они важны для всех, даже те говорят, что для меня не важны, мне пофиг, хоть там латав, а хоть рожа дав дягилев за 100 тысяч рублей, и я Роман Абрамович, даже для таких людей деньги имеют значение, так вот, те, кто хочет обойтись малой кровью, хочет в коллекции принципиально нишевый парфюм на акватическую тему, вот эта штука может быть хорошим таким стартом, для того, чтобы начать знакомство с нишей такого вот акватического толка, хотя лично я бы, например, переплатил бы, взял бы, например, ту же Соларию, но тут дело вкуса, вот возможно люди, которые только первый раз заходят в нишу, для них это будет такой вот взрыв дофаминового центра, приливы радости, альфакторные оргазмы, почему нет? Теперь, что касается, такой важный момент, который я, про который я все время забываю, но про который меня под каждым обзором спрашивают, что со стойкостью? Вот со стойкостью тут все просто замечательно, и здесь нету, что немаловажно, оверстойкости и овершлейфа, которые есть в Мегамара, то есть ощущение такой несмываемой и убийственной жижи, его нету, хотя парфюм тоже, я, как по мне, у него даже вот технические параметры слегка даже избыточные, и для меня, как для человека, который любит на протяжении дня менять парфюмы, чтобы с утра одним, а вечером там в ресторан на выход в другом, но вот этот вариант он, если его нанесешь утром, он будет держаться from dusk till down, как говорится, пока в душ не пойдете, поэтому вариант со вторым парфюмом на вечер, если этим попользуетесь, наверное, не прокатит, но в то же время такой вот убойной, убойного стоина и убойного шлейфина, как у Мегамары, здесь нету, за что я предполагаю его и нарекли бледной копии Мегамары, что если стойкость и шлейф не такая, значит, это все в топку, не топ и не пушка, но это на самом деле не так, очень аккуратный, качественный, акватический, современный парфюм, и что немаловажно, соотношение цена-качество, конечно, очень крутое, потому что в западной парфюмерии, за такую цену, с такой презентацией, с такими техническими параметрами и такого направления, конечно же, ну, объективно, пока что, вы не найдете сто процентов. Если у кого-то есть альтернативы, за такие же деньги, с такими же техническими параметрами, с таким же профилем, welcome, пишите в комменты, подискутируем, является это альтернативой или не является. На этом все, дорогие друзья, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok